Голосом можно приказывать и вдохновлять, голосом можно останавливать и поторапливать, успокаивать и раздражать. Но что самое интересное, голосом можно излечивать, причем и себя и других. Наш гость Александр Вальтер поет в очень необычном стиле. Он адепт тувинского горлового пения, так называемого хоумэй. Александр, доброе утро. Доброе утро. Скажите, все-таки хоумэй это некое такое обычное певческое искусство или все-таки какая-то духовная практика? Что это такое? Потому что мы привыкли к тому, что горловое пение считается, что это о, там шаманы всякие этим занимались. Ну, если так подумать, то можно отнести это и к духовной практике, так как любая вибрация, даже обычного вокала, влияет на человека очень сильно. Но тувинцы сами говорят, что для нас это просто искусство исполнительское. Скажите, а откуда в принципе появилось именно в туве это искусство горлового пения? Какая легенда может быть с этим связана? Откуда веревочка вьется, собственно, откуда корни тянутся? Ну, вот в туве, как бы там очень много легенд. Ну, есть такое мнение, что они изначально подражали животным. Ну, то есть не только животным, еще рейки вот шумят там. Природные звуки. Да, все природные звуки, они просто им подражали. Вот есть легенда о отшельнике, который жил среди гор, и там был водопад. Когда он пел, резонировал очень сильно звук, и вот он мог экспериментировать свободно. И таким образом он достиг вот горлового пения. Интересно, а как влияет на певца горловое пение? На певца... Действительно можно излечивать каким-то образом? Ну, прям лечить это уже громко сказано. И все, и ты здоров. Почему нет? Вот. Насчет горла. Вот если я начал, я уже занимаюсь 6 лет этим, и у меня горло почти никогда не болит. То есть как бы я сильно не болел, горло у меня хорошо себя чувствует. А что-то в настроении или, может быть, в характере изменилось? В характере? Ну, может быть, что только я спокойнее стал. Ну, так успокоить, как успокоительное влияет эти вибрации. Что-то похожее на трансы, когда долго поешь. Ну, вот интересно еще, а как на слушателей влияет горловое пение? На слушателей почти так же влияет, как и на вокалисты. Давайте уже послушаем наконец-то. Давайте уже проверим, да. Я знаю, что у вас есть несколько разных вариантов или стилей вот в вашем распоряжении, в вашем арсенале. Давайте по очереди как-то заслушаем, оценим, что такое очень интересно послушать, чем отличается, допустим, тувинское от какого-нибудь алтайского тамкая, например. Я сейчас расскажу о трех стилях тувинских и о европейском стиле горлового пения. То есть я расскажу о каждом стиле отдельно и сразу же исполню. Давайте, так, мы готовы слушать. Сейчас я исполню стиль Хэй Мэй, которым, собственно, называется все горловое пение, это основа. И считается, что это средний мир. Вот так вот он звучит. Мэй. Мэй. То есть такая какая-то длинная такая тянущаяся нота с небольшими вариациями. Ну, не знаю, мне сейчас, допустим, немножко как-то открылось что-то, я прям увидел вот это вот пространство, какое-то поле. Ну, классно. Еще, давайте. Еще, еще, еще. Следующий стиль называется каргара. Это самый низкий стиль считается. Низкий в смысле по исполнению? По исполнению и по ощущениям низкий сейчас вы услышите. Вибрации будут. Слушайте, у меня мороз по коже прям пошел. Это вы сейчас чем? Это я делаю как раз фальшивыми связками. То есть у вас есть натуральные фальшивые или у всех есть? У всех людей есть. Как их обнаружить у себя? Что нужно сделать? Чтобы их обнаружить, нужно просто либо покашлять, либо задержать дыхание. И мы почувствуем, как там двигаются эти фальшивые связки. Хорошо. Давайте еще третий стиль, который мы вот ждем. Третий стиль называется сыгыт. Он самый высокий стиль. И вы сейчас поймете, почему его назвали высоким. Ну, поминает свист. МОЛИВИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ Очень красиво. Класс. Александр, мне вот сразу хочется узнать, это тяжело исполнять? Ну, вы 6 лет, я так понимаю, этим занимаетесь. А чтобы произвести первые звуки, сколько нужно время потратить на это? Ну, я думаю, чтобы нормально все звучало, основы все. Где-то неделю нужно потратить. Всего? Ну, для этого нужно весь день этим заниматься. Ну, все-таки давай теперь европейский стиль, про который вы говорили, тоже хочется его услышать. Вот европейский стиль появился где-то в 70-х, 80-х годах, когда люди вот с Европы стали путешествовать, им понравилось это звукоизвлечение, они стали смешивать с академическим пением, оперным и так далее. Такой микс получается. Да, и вот получается нечто вроде такого. Мне сейчас захотелось тоже присоединиться к пению. Заразительно очень. Это ощущение, как в каком-то соборе в нашем православном или в католическом, как будто певчее, но при этом еще захлестом немножко этой восточной культуры. Это очень красиво. Я не знаю, далось ли передать нам полностью через телеграны, через звучание динамиков. Очень надеюсь на это. Потому что здесь у нас внутри прям ощущение, ну, реально мороз прям по коже идет от этих вибраций. Очень классно. Александр, вам спасибо огромное за то, что пришли к нам сегодня сюда и продемонстрировали свое умопомрачительное, вдохновляющее умение. И горловое пение действительно, ну, прекрасно. Друзья, ну, а вам мы хотели бы пожелать, чтобы вы были ближе к природе, освобождали свой собственный голос и находили время, чтобы им хорошо заниматься. На этом наша рабочая неделя заканчивается. Желаем встретить весну в самом лучшем настроении. И пусть соловьи пока не поют, зато поет душа. И Александр Вальтер в нашей студии. Этим утром с вами были Алена Зарина. И Иван Притуляк. Вам до свидания, а мы пока еще Александра послушаем. Давайте с соловьиной что-нибудь. Класс. Спасибо.